Touch of Malice вернулась. В русской версии она называется Злодейское касание. Получить её можно только случайным дропом за убийство финального босса нового рейда, гибель короля Орикса. О том, как пройти рейд, на канале вышли краткие, но подробные гайды. Смотрите плейлист, проходите, лутайтесь. В начале ролика у меня самое важное, минутка рекламы спонсора, благодаря которому вышел этот видос, а потом продолжим. Dwing.net – старый и проверенный сервис, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит своё время и нервы. На сайте ты найдёшь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева-Ведьма и нового сезона Добыча. Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть всё, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Винтовка «Злодейское касание» или «Малиса» идёт в Kinetic Slot. Это полностью автоматическая винтовка разведчика с очень хорошей стабильностью, дальностью стрельбы и скорострельностью в 260 выстрелов в минуту. Основной перк винтовки сообщает, что последний патрон в магазине наносит увеличенный урон за счёт того, что черпает силы носителя. Это главный момент, о котором точно не стоит забывать при использовании «Злодейского касания», поскольку при такой скорострельности винтовка может запросто вас сожрать. Бонусный урон этого самого последнего патрона, который вас коцает, составляет не больше не меньше 100%. Ровно в два раза больше урона за выстрел вы нанесёте в обмен на своё здоровье. Также у перка есть и другая сторона, которая старается компенсировать угрозу совершить Роскомнадзор из-за неосторожной стрельбы. Если вы в течение короткого времени убьёте трёх противников, ваше здоровье будет восстанавливаться. Так что если вы хотите наносить двукратный урон, то придётся просчитывать стрельбу и считать мобов. Но по правде говоря, это не всегда удобно, потому что за такой скорострельностью просто не успевает откопиться достаточно количество здоровья. Если же вы собираетесь наносить увеличенный урон по одной цели, скажем по боссу, то придётся использовать различные бафы на отхил. Раскол варлока, кладезь варлока и прочие приколы. Очевидно, варлокам в этом случае получится чувствовать себя куда более свободными, чем другим классом. Теперь давайте поговорим о другом перке злодейского касания, заряженный мором. Суть его работы проста. За каждое попадание в крит противника вы накапливаете стаки до 10 единиц. После чего, зажав клавишу перезарядки, вы переключите режим стрельбы и зарядите выстрел мора, который не только нанесёт увеличенный урон, но и ослепит врагов. Выстрел напоминает атаки одержимых капитанов. Кроме того, что вы ослепляете врагов и наносите им порцию урона, вы также можете заметить, что урон от выстрелов по цели, поражённой этим мором, возрастёт на 50%. И не только от винтовки, но и от другого оружия скорби, того, что используют специфичные зелёные заряды. Револьвер Шип, например, или любимая многими ППшка Остео Стрига. В первой части Дестани эта винтовка массово использовалась только в одном сценарии, когда все шесть человек в команде брали её для урона по тому же Орексу. Ставили купол Титана, заходили под релик, который не давал погибнуть, и стирали короля. Так вот теперь, во второй части, учитывая все особенности перков, что я назвал, вам наверняка захочется тоже собрать пачку из шести злотейских касаний и потестить, как быстро будут стираться полоски здоровья разных боссов. Ведь теперь у нас больше бафов, есть колодцы варлоков в конце концов. Шесть человек стоят в кладезе, стреляют с Малисы до последнего патрона, копят 10 стаков и в разное время выпускают по боссам очаги Мора, которые ещё увеличат урон для всех остальных членов команды с этим оружием. Вам даже не нужно будет прерываться на подзарядку. Просто ведёте стрельбу, даёте блайт и увеличиваете урон. Звучит крайне интересно, согласитесь. Поэтому я думаю, что Банжи сделали действительно интересную доработку этой винтовки, удивительный баланс между имбой, которая руинит прочие сетапы, и оружием ситуативным. Вы не сможете сделать Малису своим постоянным оружием. Конечно, если вы не варлок, окей. Но если вас окружают самые удачливые люди в сообществе, и вы близки к тому, чтобы снарить команду из шести игроков со злодейскими касаниями и отправиться на Орикса, то я вам завидую. Что же до ПВП? Да, брать на арену сражения с другими игроками оружие, которое может нанести вам урон самому, не очень хорошая затея. Размены и рандомные смерти будут постоянно. Но всё же, при определённой сноровке, если вы готовы рискнуть, можно добиться просто неприлично низкого значения времени убийства противника. Далее я оставлю небольшую нарезку игры в горнило с этим оружием, в надежде, что это даст вам хоть какое-то представление о том, как эта скаутка ощущается в ПВП. За помощь в создании ролика спасибо Серису, а сам я пока напомню, что сейчас канал лишился всякой монетизации от YouTube. Поэтому если вам нужен и полезен мой контент, вы можете поддержать меня как автора на странице Бусти. Фоточки как на OnlyFans пока не обещаю, но вот в титры к видосам вас укажу и облемки разыграю. Ссылку на Бусти ищи в описании и до связи. Ссылку на Бусти ищи в описании. 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 30 секунд. Это еще не конец.